Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя утверждение посла Евросоюза в Армении. Служба госбезопасности Азербайджана арестовала лиц, вовлеченных в тайное сотрудничество со спецслужбами Армении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действующий президент Турции Реджептей Пердуган выразил уверенность в своей победе во втором туре президентских выборов, которые состоятся 28 мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогнозы экономического роста Азербайджана остались неизменными в очередном отчете Европейского банка о реконструкции развития. Банк подтвердил предыдущий прогноз. На текущий год рост реального ВВП страны ожидается в 2,5%. Встреча президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Совета Европейского Союза в Брюсселе – важный шаг на пути к миру между Баку и Ереваном. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. Он подчеркнул, что подобные переговоры ведут к установлению стабильности в регионе. По его словам, между Азербайджаном и Арменией возможен прочный мир. Представитель Госдепа отметил, что встреча в Брюсселе является продолжением переговоров, которые прошли в Арлингтоне. 1 мая в США состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Энтони Блинкином. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая. Министры обменялись мнениями о текущей ситуации, а также изложили свои позиции по существующим вопросам, связанным с нормализацией отношений. В заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров отмечалось, что стороны достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и установления межгосударственных отношений. Наряду с этим они признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель поделился публикацией в Твиттер о встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Боррель отметил, что стороны обменялись мнениями относительно связи ЕС Азербайджан, а также по брюссельской встрече. Жозеф Боррель отметил, что приветствует продолжение трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. ЕС прикладывает все усилия в направлении установления мира и безопасности на Южном Кавказе, заявил Жозеф Боррель. Что ж, тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Ильяс Гусейнов, политолог. Ильяс Майлим, добрый день. Добрый день, Илья Хава. Что ж, состоялись переговоры в Брюсселе, по итогам которых Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Но мы уже не раз сталкивались с тем, что Ереван обладает такой тенденцией отказываться от взятых на себя обязательств. И перечеркивая тем самым все достигнутые договоренности. Вот как вы считаете, в этот раз, стоит ли ожидать этого от Еревана? Спасибо большое за вопрос. Конечно, стоит ожидать от Еревана политических, а может быть еще впереди военных провокаций или неуполнения всех взятых обязательств. Потому что после встречи в Вашингтоне, в Арлингтоне, мы увидели на земле рост напряженности. Даже была краткосрочная эскалация на условной азербайджано-армянской границе. Были потери, конечно. Все это говорит о том, что Армения всеми силами старается не выполнять, не имплементировать все договоренности, которые были ранее. И я думаю, что после бруссельской встречи, независимо от того, какие были согласования, какие позиции были приближены друг к другу, то стоит ожидать какие-то эскалации, напряженности на земле. И это не исключается. Это, во-первых. А во-вторых, после пражской встречи в прошлом году, сейчас мы видим, что вопрос признания суверенитета и территориальной целостности уже обозначается в цифрах. И международно признанные азербайджанские границы уже премьер-министром Армении принимаются. И это говорит о том, что после этого никакие территориальные претензии к азербайджану Армении не может выдвигать. Никакие миа-цумы, никакие сепаратские движения, какие-то митинги, лозунги уже неприемлемы. Потому что официальный Ереван уже признает территориальную целостность Азербайджана. Есть вопрос этнических армян на территории Каравахско-экономического района. Но все гарантии безопасности, все права этнических армян будут соблюдаться. И это гарантии дает официальный Баку. И это заявление было неоднократно озвучено господином президентом. И это говорит о том, что в вопросе налаживания межгосударственных отношений, открытия коммуникации, вопрос делимитации и демокрации, границ, подписания мирного договора, может быть в этом году. И этому старается западное сообщество. И мы видим, что после брюссельской встречи очень позитивное реагирование со стороны Вашингтона было. И примечательный тот факт, что независимо от того, какие выпады были в сторону нашей страны, со стороны армянского лобби или тех покровителей Армении, которые стоят за этим процессом, хотят влиять на этот процесс, они не увидели то, что во время брюссельской встречи какое-то предложение было насчет контрольно-пропускного пункта, который Азербайджан установил на армяно-азербайджанской границе. И это говорит о том, что все реалии на земле уже принимаются внешними силами. И Азербайджан, основу ОС, на суверенном праве, на территориальной целостности своей страны, установил контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе, на реке Хакяри. И, кроме того, надо отметить, что бюссельская встреча, независимо от того, какие мысли были у официального Парижа по этому договорному треку по мирной повестке, все равно встреча в трехстороннем формате состоялась под модераторством, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. И я думаю, что вот этот процесс будет продолжен. Несмотря на то, что несколько дней до этой встречи была эскалация и даже был риск того, что вот эта встреча может не состояться, но уже была согласована дата новой встречи, то есть продолжение этого формата переговоров. И ожидается, что 1 июня в столице Молдовы, Кичиневе, будет новая встреча. Но эта встреча будет формальная, потому что вот в этой встрече будут обсуждаться вопросы безопасности Южного Кавказа, потому что Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза. И вот даже ожидается вот в этой встрече принятие участия канцлера Германии, президента Франции. Но это не формат переговоров. Это надо особо отметить, потому что может быть какая-то встреча, но эта встреча лишь обсуждение тех договоренностей, которые были приняты в Вашингтоне, в Арлингтоне и в Брюсселе. Илья Асмельевна, по итогам переговоров президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, он также коснулся такого вопроса, что необходимо продолжить обеспечение взаимопонимания относительно освобождения азербайджанских солдат, которые заплудились ввиду неблагоприятных погодных условий. Вот как Вы считаете, Армения проявит гуманизм, что Азербайджан как раз таки делал неоднократно? Или не сделает Ереван вновь шаг назад? Это очень тоже важный вопрос, потому что, если честно, я ожидал, что вопрос тех военнопленников, которые заплудились и попали на территорию Армении, они будут возвращены. И в 2022 году была серия переговоров в бюссельском формате, и этот формат начался в декабре 2021 года. На протяжении прошлого года было очень много встреч в апреле, в августе, в июле, и потом уже была пражская встреча в несколько другом формате. Но надо отметить, что после каждой этой встречи был такой вид, что всех этих диверсантов, которые были на территории Азербайджана, Азербайджан частично их возвращал. Это факт, мы это наблюдали. И ожидалось, что, вот я лично предполагал, что вот наших военнопленных официальный Ереван Армении возвратить. Но мы видим, что против них открыли уголовные дела и там жесткие статьи, очень такие плохие отношения, жестокие отношения были против них. И это есть в сети, можно посмотреть. И очень грубое отношение было показано против них. И, конечно, для того, чтобы нормализовать отношения, для того, чтобы выйти на переговорную площадку для заключения мирного договора стабильности в этом регионе, конечно, официальный Ереван мог бы показать гуманизм. И это можно считать бы конструктивным подходом к диалогу для поднятия мер доверия. Но я думаю, что вот если в первые дни после грузинской встречи возврат наших военнопленных не случилось, то этого ожидать в будущем тоже нет смысла. Я думаю, что вот для того, чтобы показать плодотворность вот этой встречи и показать конструктивный диалог и результаты этой встречи Шальмюшен мог бы надавить на Армению, для того, чтобы были возвращены наши военнопленные. И уже мы видели бы очень такие хорошие итоги этой встречи. Но в дипломатическом контексте, конечно, у нас национальные интересы были обеспечены. И итоги на политико-дипломатическом уровне можно считать успешными. И вопросы коммунитарной составляющей тоже были обсуждены. И в заявлении Шальмюшеля это наблюдается. Вопрос минной безопасности, минного террора. И итоги Первой Карабахской войны и тех пропавших лиц и большие захоронения и обеспечения минных и карт захоронения тоже были обсуждены. И регулярно в повестке Брюсселя эти вопросы обсуждаются. Но, конечно, практических решений насчет возвращения наших военных клиентов мы не увидели. Но надеемся, что в будущем, в ближайших встречах, которые были анонсированы, вот этот вопрос тоже решится. Илья Смелин, большое вам спасибо за то, что ответили на наши вопросы и уделили нам свое время. Спасибо вам. Всего доброго. К нам подключался Илья Сгусейнов, политолог. Попытка вмешательства посла Европейского Союза во внутренние дела Азербайджана, противоречащая нормам и принципам международного права, неприемлема. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Отвечая на вопрос, связанный с утверждениями посла Евросоюза в Армении Андрея Викторины, состоявшейся 15 мая пресс-конференции. Ссылаясь на заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, посолу сказала, что должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. И с этой целью должен быть создан международный механизм. МИД Азербайджана отметили, что позиция страны в этом вопросе общеизвестна. Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и права и безопасность армянского населения, как и других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, будут обеспечены в рамках законодательства страны. Никто не должен препятствовать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями. Необходимо положить конец предвзятым высказываниям против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Служба государственной безопасности задержала и привлекла к уголовной ответственности в Азербайджане Рашада Ахмедова, подозреваемого в государственной измене, планировании совершения террористических провокаций в Азербайджане. Установлено, что Рашад Ахмедов, привлеченный к тайному сотрудничеству в обмен на материальную заинтересованность, выполнил поручение органов спецслужб Армении ущерб суверенитету, территориальной целостности и государственной безопасности Азербайджана. Меня познакомили с директором кафедры университета Еревана Гарником Асатрианом и предложили сотрудничество за денежное вознаграждение в обмен на информацию. Я принял это предложение. Мне дали задание выяснить как можно больше информации о военных и стратегически важных объектах, снимать видео и выкладывать на странице в YouTube. Я отправлял все материалы Гарнику Асатриану. Рашад Ахмедов совместно с Амировым Ровшаном и другими лицами подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды на этнической и религиозной почве и нарушению территориальной целостности Азербайджана. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах YouTube и других социальных сетях на азербайджанском языке. Служба госбезопасности продолжает комплексное расследование по предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против Азербайджана. Состоялась встреча заместителя главы МИД Азербайджана Халафа Халафова с членами Сената Италии. В ходе встречи стороны обсудили многоплановое стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией, а также меры, реализуемые в направлении его укрепления. Халаф Халафов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по установлению прочного мира в регионе в постконфликтный период, масштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях. Итальянские парламентарии заявили, что Азербайджан является важным стратегическим партнером Италии, ведущей страной в регионе и что усилия Азербайджана по установлению мира заслуживают похвалы. На встрече также состоялся обмен мнениями о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, реализации международных транспортных проектов, а также по другим вопросам, представляющие взаимный интерес. Стала известна дата голосования граждан Турции за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции. Под радом Центральной избирательной комиссии процесс голосования пройдет с 20 по 24 мая. Второй тур голосования состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты не набрал свыше 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – глава государства Раджептей Пердуган или лидер оппозиции Кемаль Калыч Даруглу. В первом туре действующий президент Турции набрал свыше 49% голосов, а лидер оппозиции – около 45%. Представитель альянса АТА Синан Уган набрал более 5% голосов. Действующий президент Турции Раджептей Пердуган поделился в своем твиттер публикацией, где выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы республики. Публикация Эрдуган отметил, что 28 мая, увеличив количество голосов, добьется исторического успеха. Ранее турецкий лидер отметил, что 14 мая победила демократия и 85-миллионное население Турции. Соединенные Штаты готовы работать с любым победителем президентских выборов Турции. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Керби. Он подчеркнул, что США примут любое волеизъявление турецкого народа, ведь только ему решать, как будет выглядеть правительство страны. В первую очередь хотелось бы поздравить турецкий народ с мирным волеизъявлением. Президент Джо Байден с нетерпением ждет возможности работать с победителем президентских выборов, кто бы им ни был. Только турецкий народ вправе выбирать своего лидера, и мы примем любое решение. Пока ситуация не ясна. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Первое заседание Генеральной Ассамблеи парламента Турции 28-го созыва состоится под временным председательством лидера партии националистического движения Девлета Бахчели. В новом созыве Великого национального собрания Турции будут представлены 15 партий. Подавляющее большинство мест в парламенте получил Республиканский альянс во главе с правящей партией справедливости и развития. По сообщению CNN Тюрк в новом созыве не будут представлены партия Победы, партия Инноваций и партия Великого Единства. Их заменили четыре другие. Партия справедливости и развития может занять 266 мест. Народно-республиканская партия – 168. Входящий в Республиканский альянс партия националистического движения и новая партия благодействия получает 51 и 55 мест соответственно. Несколько десятков человек провели перед парламентом Грузии акцию протеста с требованием отменить прямое авиасообщение с России. Участники митинга недовольны положительной реакцией властей на решение Москвы снять запрет на прямые рейсы и отмены для граждан Грузии визового режима. Они требуют от руководства страны ввести запрет на прямое авиасообщение, которое, как ожидается, скоро начнет осуществляться между Тбилиси и Москвой. Митинг у здания парламента в центре Тбилиси собрал десятки людей, недовольных отменой визового режима между Грузией и Россией. Организаторами митинга выступили гражданские активисты. Сообщается, что лидеров оппозиционных партий у парламента не было. Демонстранты скандировали антироссийские лозунги и требовали отменитного введения. «Я сегодня здесь, чтобы выразить протест против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Я думаю, что это плохо отразится на будущем нашей страны, и мы потеряем шанс стать частью европейской семьи. Я пока не встретила ни одного человека, который был бы рад этому нововведению». «Неизвестно на настроение моей окружающей среды. Знаю мнение многих других представителей. Горожан я не могу на всю Грузию сказать, но, допустим, в Тбилиси я знаю мнение многих жителей и многих граждан Грузии. У большинства отрицательное мнение по поводу этого вопроса ноги против возобновления каких-либо связей с Россией». 15 мая вступил в силу указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии. «Теперь граждане Грузии имеют право без оформления виз посещать Россию с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения на срок до 90 дней». Минтранс России сообщил, что после снятия ограничения на полеты российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Эту информацию подтвердили и в Агентстве гражданской авиации Грузии. «На сегодняшний день мы получили пять заявок на осуществление авиасообщения и удовлетворили заявку «Азимут Эйрлайнс». Первый пассажирский чартанный авиарейс из Москвы в Тбилиси будет осуществлён 17 мая. Компания получила разрешение со стороны Агентства гражданской авиации Грузии. Наши требования сводятся к технической исправности воздушных судов и к жёсткому требованию отсутствия международных санкций в отношении авиакомпаний и их самолётов». Ранее президент Грузии Солома Зарубишвили назвала «Возобновление прямого авиасообщения и отмену визового режима с Грузией неприемлемыми в условиях продолжающейся войны в Украине». Визовый режим между Грузией и Россией был введён в 2000 году. После войны 2008 года депотношения двух стран были разорваны. В 2012 году Тбилиси в одностороннем порядке вернул безвизовый режим для граждан из России. Власти Молдовы воплощают планы по выходу из Содружества независимых государств. Начать решено с Межпарламентской ассамблеи СНГ. О запуске процедуры выхода из неё объявил спикер Молдавского парламента Игорь Гроссу 15 мая. По его словам, он инициировал этот процесс как председатель парламента, но предварительно обсудил вопрос с парламентской фракцией, правящей партией «Действие и солидарность» и с президентом страны Майей Санду. Спикер пояснил, что об этом решении проинформирует и премьер-министра Дорина Ричана, после чего будет подготовлен соответствующий законопроект. В Москве на этот шаг отреагировали негативно, обменив руководство республики в том, что оно действует в ущерб своей стране – Новому году Западу. Между тем, российские СМИ утверждают, что до окончательного выхода Молдовы из Содружества еще далеко. К денонсации соглашений с СНГ Кишинев подходит аккуратно, чтобы не набредить своим экономическим интересам. Великобритания не допустит принуждения Украины к уступкам ради мира. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая на палате общин британского парламента. По его словам, Лондон продолжит оказывать военную помощь Киеву, чтобы у других западных стран не было соблазна заставить Украину пойти на уступки ради достижения мира. Лондон с партнерами также продолжит вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление, отметил Уоллес. Между тем, власти Австрии заморозили свыше 200 принадлежащих попавшим под санкции против России счетов по состоянию на апрель текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своих рабочих визитов в страны-союзники. Он отметил, что провел хорошие переговоры с премьер-министром Италии Джорджи Мелани и президентом страны Серджио Миттареллой. Кроме того, украинский лидер рассказал о встрече с Папой Римским и поведал о визите в Германию. По словам главы государства, встречи с президентом Франком Вальтером Штанмайером и канцлером Олафом Шольцем были содержательными для победы украинского государства в войне с Россией. Встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский назвал полезной. Не обошел вниманием он также визит в Великобританию. С премьер-министром Риши Сунаком украинский лидер обсудил поставку Киеву новых вооружений. По его словам, Украина добилась нового военного пакета. На всех встречах обсуждали нашу формулу мира. И теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС. Больше понимания, что будет и вступление Украины в НАТО. Оно неизбежно. Великобритания. Встреча с господином премьер-министром Сунаком. Благодарю Италию за помощь в защите жизни наших людей. От защиты неба до подготовки полноценного восстановления Украины после боевых действий. Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет. 2 миллиарда 700 миллионов евро. Системы ПВО «Айрис», разных модификаций, ракеты к ним, пушки, снаряды, бронетехника. Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно. Для этого есть 11 миллиардов евро. Сугубо на оборону. Благодарю Францию за новые возможности для наших воинов в противодействии российскому террору. Но сейчас еще не время говорить о деталях. Спасибо Британии за договоренность об обучении наших пилотов. Мы продолжаем работать и над коалицией истребителей. Двигаемся активно. В Финляндии на полигоне Равайярви в Лапландии начались крупные военные учения «Удар молний-23». Параллельно идет подготовка к другим учениям «Северный лес» в том же районе. По сообщению СМИ, помимо финских пограничников, сухопутных войск и ВВС, в маневрах участвуют военные США, Великобритании, Швеции и Норвегии. В общей сложности 8 тысяч человек. Цель учебных стрельб и маневров – слаживание действий вооруженных сил блока НАТО, в котором в этом году вошла Финляндия, а также отработка мероприятий по предоставлению и получению международной военной помощи. Совместные тренировки с военными стран Североатлантического альянса и Швеции продлятся две недели. В тренировках будут задействованы британские боевые машины пехоты, а также американские и британские системы залпового огня. Ранее российский МИД предупредил, что Москва примет меры, в случае если военные НАТО будут использовать финскую территорию. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с тем, что французы часто называют его презрительным. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу. Макрон подчеркнул, что он всегда стремится к контакту с гражданами, а потому постоянно совершает поездки по регионам страны, невзирая на сопровождающие его визиты протесты. Я часто бываю жестким, но презрительным? Нет, я не признаю этого. Быть презрительным – значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям. А я всегда говорю правду. Я продолжаю искать контакты с жителями, выезжая в разные регионы, несмотря на протесты, которые сопровождают мои визиты. Если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны. Я бы думал только о себе. На фоне принятой правительством пенсионной реформы рейтинг Макрона стал стремительно снижаться. Жители Франции чаще всего жалуются на неспособность главы государства слушать мнения людей. Ранее полицейская префектура Департамента Рона запретила акции протеста в ходе визита Эммануэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жанна Мулена после празднования в день окончания Второй мировой войны. А теперь к новостям в экономике. Экономический блок представит моей коллеге Анастасия Панарина. Прогнозы экономического роста Азербайджана остались неизменными в очередном отчете Европейского банка реконструкции и развития. Таким образом, аналитики банка подтвердили свой предыдущий прогноз, сделанный в феврале. На текущий год рот реального волового внутреннего продукта страны ожидается в 2,5%. Прогнозы на 2024 год также сохранены и составляют 2,7%. И хотя эти показатели прошлогодних лет, речь идет о подтверждении стабильного состояния азербайджанской экономики. Для сравнения, в последнем прогнозе ЕБРР по перспективам региональной экономики отмечается, что рост в странах Европы с формирующимся рынком и за ее пределами замедляется. Это связано с инфляцией, вызванной высокими ценами на газ, а также более жесткими условиями финансирования. С 2,3% до 2,2% снижен прогноз по динамике производства в регионах деятельности банка на трех континентах. Пересмотр в сторону понижения на этот год связан с последствиями землетрясений в Турции, задержкой реформ в странах Средиземноморья. Также это объясняется вялым ростом в странах с развитой экономикой, устойчивой инфляцией и ужесточением условий финансирования в Центральной Европе. Возможно, инфляция находится на нисходящей траектории, но она по-прежнему выражается двузначными числами более чем в трех четверти стран, где мы работаем. Мы также видим множество свидетельств того, что домохозяйства в регионах операции ЕБРР испытывают затруднения, поскольку им пришлось бороться с двумя рецессиями, следующими сразу одна за другой. Вывращаясь к прогнозу по Азербайджану, отметим, что традиционно осторожная оценка аналитиками ЕБРР перспектив экономики страны связана с влиянием все той же глобальной инфляции и долей энергетического сектора. Эксперты отмечают, что в последние пару лет высокие темпы роста ВВП в Азербайджане были связаны с большими доходами от экспорта энергоносителей и восстановлением экономики после пандемии коронавируса. В первом квартале этого года быстро росли доходы в газовой отрасли, а инфляция в марте замедлилась до 13,8% в годовом исчислении, отмечается в отчете. При этом в банке ожидают скорого снижения инфляционного давления на экономику. Проведение соответствующих анализов и подготовка отчета, связанного с передачей электроэнергии в сеть, которая будет получена из возобновляемых источников энергии в Азербайджане, на решение этих вопросов нацелен проект технической помощи для увеличения доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана. Инициатива будет реализована консалтинговой компанией CISI при поддержке Всемирного банка. Работу, которую предстоит выполнить, обсудили на встрече министра энергетики перед шахбазов представителям Всемирного банка в Азербайджане Сары Майкл. В рамках проекта предполагается подготовить согласованный план перспективного развития производственной и транспортной сети до 2035 года. По информации Министерства энергетики Азербайджана, начальная встреча соответствующих госорганов и других заинтересованных сторон по проекту состоится 17 мая текущего года. Национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года были обсуждены в рамках 48-го ежегодного собрания Исламского банка развития. На его полях также прошла встреча первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнур Алиева и гендиректора Международного фонда развития ОФИД Организации стран-экспортеров нефти Абдул Хамидом Али Халифой. В рамках встречи обсуждалось расширение сотрудничества в направлении восстановления и реконструкции освобожденных территорий. Также стороны обсудили потенциал транспортных коридоров в восток-запад, север-юг и исследования проектов в области возобновляемых источников энергии и поддержки малого и среднего бизнеса. Гендиректор фонда развития ОПЕК особо подчеркнул роль Азербайджана в сотрудничестве с банком и успешную реализацию множества проектов. В рамках ежегодного собрания ИБР первый заместитель министра экономики Азербайджана встретился также с главой Международного исламской торговой финансовой корпорации Хани Салемом Санболом. Стороны обсудили сотрудничество в направлении освоения освобожденных территорий страны, а также роль корпорации в укреплении экспортного потенциала Азербайджана. Азербайджанская легкая нефть накануне в итальянском порту Аугусто подорожала на 14 центов и продавалась по 78 долларов 18 центов. В турецком Джейхане Азри Лайт была оценена 76 долларов 40 центов. Это лишь немногим опережает данные за предыдущий торговый день. Такая динамика в целом соответствует общим тенденциям на мировом рынке нефти, где инвесторы демонстрируют невысокую активность. Так, накануне мировые цены на нефть потеряли в среднем более половины процента. Сегодня с утра наблюдается незначительный рост. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,45% и идут по 75 долларов 56 центов. Июльские фьючерсы на легкую американскую WTI росли теми же темпами и продаются по 71 доллару 42 центам за баррель. И если сегодняшний оптимизм объясняется ожиданиями хороших данных по экономике еврозоны и США, то предыдущие удешевления нефти были продиктованы опасениями инвесторов относительно спроса на углеводороды и в особенности угрозы дефолта в США. А этот фактор остается неизменным. И все чаще звучат мнения, что потолок госдолга Соединенных Штатов Америки пересмотрен не будет, несмотря на то, что такое решение будет иметь негативные последствия для экономики страны. Конгресс должен действовать быстро. Имеющаяся серьезная угроза дефолта может привести к понижению нашего кредитного рейтинга и ослаблению доверия потребителей. В этом случае мы можем наблюдать рост процентных ставок, что стимулирует неплатежи по ипотеке, автокредитам и кредитным картам. За первые четыре месяца 2023 года экономика Казахстана выросла на 5% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Об этом на сегодняшнем заседании правительства страны заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров. По его словам, значительный рост наблюдается в приграничных с Россией регионах и Алматы. Опережающими темпами росла обрабатывающая промышленность, где производство выросло на 5,1%. В том числе производство в машиностроении увеличилось почти на 36%, а собственно в автомобилестроении и более чем на 41%. Кроме того, по оперативным данным в январе-марте текущего года внешнеторговый товарооборот Казахстана увеличился почти на 13,5% и составил 32,7 млрд долларов. В том числе экспорт составил 18,7 млрд долларов, а импорт достиг 14 млрд долларов. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика. При этом наибольший рост демонстрирует строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18%. На заседании было отмечено, что для поддержания роста экономики исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на мерах антиинфляционного реагирования и на поддержке отечественных производителей продовольствия. Также в приоритетах меры по привлечению инвесторов и поддержка выхода экспортеров на новые рынки. И в целом поддержка предпринимателей. Ну что ж, на этом у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Лидия. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова